Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На самом деле я немножко так приподняла газету, поняла, что тут ничего такого сверхличного нету, поэтому можно это запилить как бы разбор посылки. Так, что это? Я знаю, что тут якан есть, написано якан. Вот такой якан мне еще не посылали, не присылали. Не получала я еще такой якан. Вообще мне только один единственный человек такой посылает. И вообще я поняла, что у нас такой синхрон. Моя посылка, которая в прошлом году месяца два лежала в Москве, мне почта говорила, что она отправилась. Так, что я в рамы. Тоже три месяца шла до товарища. Йокан, йокан. Я сегодня страдала, хотела что-нибудь заперить, своять или купить на крайний случай. К чаю, ну, печенье там какое-нибудь, конфеты у меня там лежат, ну, такие. Ну, короче, эти конфеты у меня подруга и больше любит, чем я, которая придет как-нибудь к чаю, попьет их. И тут ёкан, 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 ёкан. Не, весь-то я сразу не захомячу, конечно же. Круто. Ай да няшняя парня. А еще Лёля давно хотела палочками научиться есть. Но я думала, те, которые я видела, это, ну, вот именно они. А оказалось, можно научиться, но не такими. И это дарившие палочки. Так, как бы показать-то, чтобы попасть в камеру. Вот она. Палочки. Сначала показываю на камеру, потом сама рассмотрю. Тут инструкция по применению даже есть. Я человек, добрая душа, вообще люблю таких людей. Идеальный мужик, можно сказать, в моем понимании. Когда мои странные нацепись воспринимают именно по-другому. Эдисон. Ну, в смысле, другой бы человек купил эту обезьянную насадку, ну, там, не знаю, можно ли такую найти, просто как-то увидела в интернете. Палочки с обезьянкой наверху. И я думала, что так и можно научиться. Ну, человек бы послал именно такое, какое-нибудь там нацепись. А другой человек, я даже знать не знала, что такие палочки существуют, и что они специальные для того, чтобы учиться есть. Утю-тю, 200 грамм. Ты у нас кто? Сугу. Что-то там ру. Я ее помню, но я не помню, как она читается. Кстати, да, некоторые канзи, я помню, как, что они в переводе обозначают, но не помню, как их читать. Кто ты у нас? Здесь что-нибудь денег на каком-нибудь английском. Короче, это какой-то зеленый чай. Я помню, что просила мать-тю, сэн-тю, ебу-ки-ту-ча, потом еще гем-мантю. И гем-мантя, оказывается, человеку не нравится. И в свое время мне про нее писали, но, видимо, они вдохновились. А вот мне она нравится, гем-мантя. Ну, должна же быть у нас какая-то разница в любви к чаям японским. Гой. Мелко написано. Ко-ку-мо-му-си-ри-ё-рё, наверное. Ку-ра-я. Рера, хрен знает. Короче, очень мелко для меня. Ну, узнаю, что это. В общем, он зеленый чай. Если ты, зритель, более просвещен в японском, чем я и понял, что это, дай знать камень. Это первый чай. Кстати, по-моему, это тоже мару-яма у меня тогда была. Да, мару-яма. А это нет, это не мару-яма, это кто-то другой. Это не мару-яма-ру-ям. Рис. Вот это самый. Ну, в смысле гемантя. Гемантя, гемантя. Я помню, что даже обзор какой-то писала на гемантю, еще на механке. У-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть. Две чайнички. У меня даже с Татьяной есть чайничек. Гемантя. Двести грамм. Еще двести грамм. У-у-у. Еще двести грамм. Это у нас кто? Да, его. Зеленый чай. Я даже не думала, что у меня настолько много всего пришлют. Ну, там где-то фотка была. Ну. Наверное, это Сентя. Ладно, я потом разберу. Ябукита. Нет, это Ябукита. Да, это. Короче, там Сентя с Матьей вместе. Просто Сентя. Вот почему-то Сентя. Мне только один пакетик 100-граммовый. Ябукиты, ну, Ябукиты хорошо. Но Сентя, она же быстро выпьется. Кажется, Ябукиту сначала это мячик. Во. Такую мне уже, кстати, присылал товарищ. Ну, и как мы уже поняли, тут никаких личных сообщений нету. Так что... Во, хоть дитя. Сначала мне хоть дитя как-то не прониклось о ей. Мне вообще с первой посылки чая есть... Как бы это четвертая посылка. Но третья с чаем. И с первой посылки чая у меня еще есть... Блин, как ее звать-то? Нет, со второй посылки чая она, наверное, есть. Муги. Хота мугитя. В общем, этот... Ячмень. Ячмень пьют холодным, а мы ячмень бодяжим, допустим, я с молочком горячий. Короче, хоть там у дитя у меня что-то не пошел. Он у меня так стоит. Может, я его как-нибудь проникну. А это Ходзи. Ходзи-тя. Ее можно пить на ночь. Это как бы зеленый, хоть он и выглядит как черный. Но на самом деле его можно пить на ночь. И тут у нас 180 целых грамм. Такой же пакетик, по-моему, у меня изначально и был. Вот. Это у нас чайная посылка из Диппонии. Так. Это у нас тут. Пять видов чая. Четыре юканчика. Юканчики я очень люблю. Это, вот знаешь, зритель, это, если ты еще не в курсе... Короче, фасоль с сахаром. Может быть, еще с агар-агаром я забыла. Ну, короче, вот оно близко к тем конфетам из фасоли, которые я как-то делала на камеру. Я забыла, как их звать, но где-то на канале они есть. И вот эти палочечки. Пока тебе зритель. Но зритель, еще не прощаюсь. Если ты вдруг решишь меня что-нибудь такое вкусное зазарить, и чтоб я это обозрела, я всегда рад. А теперь пока. Не забудь поставить палец кверху. Теперь я хочу сделать палец кверху. Сейчас исчез. Продолжение следует.